Сегодня повар на дому отправился в Новый Орлеан Повар на дому Привет, я Кертис Тоун, и я в Новом Орлеане Я собираюсь на этот базар, чтобы найти Николас, который недавно послал вам видеозапись Давайте посмотрим Привет, Кертис, я Николас Динатали из Нового Орлеана, штат Луизиана Я родился в Филадельфии и переехал сюда в 99-м вместе с моей подругой еще со школы, Стефани Трумбауэр Она самый бескорыстный и щедрый человек, которого я знаю И она отдала мне последние 9 лет своей жизни Мы планировали пожениться 5 ноября 2005-го После Катрины мы потеряли все Так что мы остались в подвешенном состоянии Пожалуйста, помоги мне приготовить для Стефани обед, я считаю, что она этого достойна До чего круто, а? Вам разве не нравится? Когда приходишь в новое место, выпадает такой джекпот Удачные деньги, похоже, что мы нашли Ника Что ищете? О, Боже Нигде, Натали Извини меня, Нит, я тебе новый арбуз куплю Не могу поверить, я его уронил Как дела? Дела? Хорошо Хочешь? Скажем так, я слишком люблю арбузы Ну как? Попробуй Ты для кого-нибудь готовишь, собирался? Ну, вообще-то да Расскажи, для кого? Для моей невесты Стефани Отлично А давай так, я покупаю тебе новый арбуз, пройдемся по магазинам, придумаем меню, а потом сделаем сюрприз Стефани Да, пойдет, конечно, давай так, у меня все руки в арбузе Приятно познакомиться Мне, пожалуйста, еще пару арбузов Какую еду она любит? Она любит почти все, мы и живем на юге, потому что еда тут лучше всех, среди мест, где мы бывали Но мы оба янки Так, и что это значит? Янки? Ну, это все, кто живет в северной линии Мэйсон Диксон, так? Ну, мне-то откуда знать, я-то австралиец Я единственный, кто южнее тебя, думаешь, ты с юга? А я из Австралии, вот это юг Куда мы идем? Давай сюда заглянем, какая все-таки еда ей нравится, расскажи Или она все ест? Ну, я для нее давненько не готовил, думал, сделал что-нибудь южное, что еще не пробовал Я выбрал креветки, думал, что-нибудь в стиле коджуны А давай то знаменитое южное блюдо из креветок Креветки и барбекю Слушай, у меня есть барбекю и креветки, но их же не просто так жарят Это готовят в сотейнике или в глубокой сковороде Пойдем, я покажу, а как насчет помидоров? Вы их любите? У меня есть прекрасный рецепт томатного консомэ Томатный суп? Это прозрачный суп, не как томатная паста Его охлаждают, а в такую жару нужно что-нибудь такое, да? Никогда такого не ел, но готов попробовать Спасибо большое А что на десерт? Свежие фрукты – это всегда хорошо Может, бананы фостер? Это точно по-ново-орлянски Никогда их не делал Не представляю, как это делают Еще один Представления не имею Знаю только, что много огня Огонь, чуть-чуть алкоголя, бананы Огонь, алкоголь, фрукты Сливки, масло и так далее Давай Что у вас есть? Молоко только пастеризовано Оно не гомогенизированное Старомодное молоко, где сливки поднимаются наверх Мило Хотите попробовать? С удовольствием Мы не кормим коров гормонами И не добавляем молоко примесей Продукт полностью натуральный Из гормонов и добавок За это я и выпью А вы хотите? От стаканчика не откажусь Вкусно И оно обезжиренное? Это обезжиренное А так и не скажешь, да? А, это цельное молоко, да? Да, цельное Спасибо большое Никогда раньше не был на дегустации молока Но мне нравится Это здорово Мне тоже Все натуральное Мы единственные луизиане, кто может использовать значок «Все натуральное» Потому что мы ничего оттуда не удаляем и ничего не прибавляем Так бы целый день и слушал ваш говор Мне очень нравится А тут у нас что? Это наше масло Хотите попробовать масло? Конечно, хотим Прекрасное масло У нас есть соленое и несоленое Мы возьмем немного соленого И нам еще нужны густые сливки У нас есть густые и есть облегченные Хотите попробовать настоящий сливочный сыр с чернитой? Ого Это не жидкое мороженое Это жидкий рай Восхитительно А если пить очень быстро, калории не задержатся Они быстро выходят Это здешний мед? Да, здешний Нам, пожалуйста, самую большую банку Спасибо большое Хорошего вам дня Увидимся Меню на сегодня Мы начнем с освежающего томатного консоме на первое За ним последует вкуснейшая южная классика Креветки барбекю И последним, но не менее важным будет десерт Восхитительные докаденские бананы Фостер Ну все, пошли отсюда Это все? Все есть, приятель Все Этот паром перевезет нас через Миссисипи? Да, замечательно Спасибо, что затащил меня на эту лодку На здоровье Посмотри, колесный проход Я же говорил тебе На таких мы доберемся с Ривер Уок в Новом Орлеане До места под названием Алджеттс Пойнт На том берегу Миссисипи Значит, мы будем готовить для твоей невесты Сколько вы уже помолвлены? Мы обращались еще в 2003 То есть уже порядком получается Ну да, мы должны были пожениться в 2005 Но тут случился ураган Катрина Церковь, где мы должны были венчаться Была разрушена Множество мелких предприятий Так и не сумели оправиться Собираетесь пожениться в ближайшее время, да? Пытаемся Мы пытаемся организовать все по частям И как только мы причалим Я намерен тебя кое-куда отвезти Там мы планируем устроить свадебный прием И что за место? Это большой склад, где держат все платформы Для Мордигра Вот место, которое я хотел тебе показать Это здесь, Мордигра Уор Здесь мы храним все, из чего состоит Мордигра До следующего раза все здесь Привет! Ник! Ник, привет, как дела? Рад видеть Давно не виделись Сабина, это мой новый друг Фертиз Приятно познакомиться, мне тоже Все это просто потрясающе У вас самая веселая работа в мире Вы тут постоянно находитесь, да? Шикарно, да Это место должно для тебя много значить Это так? Это место единственное, что не пострадало при врагане Устояло Все остальное просто разметало вокруг Можно я сразу вас огорошу? Можем мы приготовить этот ужин здесь? Сегодня? Да Это холодное томатное консоме Совсем простое блюдо Нужно взять пару этих помидоров и порезать Понял И единственное, что нужно помнить, когда их режешь Дай остроте лезвия сделать всю работу Если использовать остроту лезвия, двигай его Ясно? Будешь резать вот так? Я правильно режу? Как ты, да? Да, вот так Отлично Все, что нам нужно, это вкус сока Некоторые томаты гораздо мясистее, а некоторые сплошная жидкость Нам нужно заполучить весь сок Не упусти ни капли Ну и как у меня получилось? Очень хорошо Так вот, нам нужны томаты Нам нужны разные травы Мы возьмем лук-резанец, тарфун и базилик И обязательно понюхай Вот так Потри между пальцами Вот такой аромат нравится? Да, наверное Не знаю, поглядим, да? Да, скоро увидим Значит, вот так нужно готовить Пробовать все специи и прочие, пока готовишь, да? Чем лучше понимаешь вкус разных продуктов, тем ближе ты к тому, чтобы сделать все правильно Итак, кладем побольше трав, затем надо приправить солью и немного перца Люблю перец, правда? Да, Стефани тоже любит Чтобы поострее было, да Если ты ее любишь, сыпь больше Скажи, когда будет слишком много Уже достаточно, понял Ну вот, у нас тут кухонный комбайн, и мы просто бросим все туда И хорошенько измельчим, ладно? Смотри, что я делаю Вот так Все измельчаешь, но не слишком Идея в том, чтобы смешать все ароматы На сальсу похоже И правда, нам нужно выжать отсюда всю жидкость Ясно Так что мы берем миску и марлю Берешь в конце вот так И это самая дикая штука Потому что суп льется прямо оттуда Но не дави Мы ведь не хотим мякуть выдавливать Ведь, поверишь или нет, блюдо будет почти прозрачным Надо найти, куда его повесить Отлично Мы используем реквизит от Марли Гра для нашей готовки Готово А гарниром к этому супу мы подадим Маленькие шарики из арбуза и из огурца Идет Тебе нужно этой специальной ложечкой вырезать из арбуза шарик и выянуть его Звучит странно, но вкус томата и его кислотность отлично сочетаются со сладостью арбуза и свежестью огурца И сколько нужно Ну, у тебя уже порядком Да, они такие аппетитные Аппетитные, да уж Огурец чуть покрепче, арбуз мягкий И с ним было легко На этот придется нажимать вот так Знаешь, я начинаю нервничать Как доставиться до Стефани, чтобы она при этом ничего не заподозрила Сейчас самое время Лучше позвонить ей Идет Мы в Новом Орлеане Помогаем Нику удивить его невесту ужином Который наполнен романтикой и обаянием неожиданностей Сейчас самое время Позвони ей Идет Привет, у меня машина сломалась рядом с Марти Гра Ворл Ты можешь меня забрать? Мне самому никак не выбраться Ладно, тогда увидимся Спасибо большое Пока Шикарно Будет здесь минут через 20 Сказала через 20, да Ладно, тогда нам лучше поспешить и заняться основным блюдом Это классика Нового Орлеана Именно Креветки барбекю Но без гриля Странно, да? Смотри, вот в чем это готовят Готовят их в сотейнике или такой вот большой сковороде И готовят она очень быстро Нужно ее хорошенько разогреть, так что не придется напекать блюдо в духовке Занимает все порядка минуты А ингредиенты сюда потребуются такие Креветки, немного чеснока, свежемолотый черный перец, немного соли, чуть лимонного сока, бустерский соус и еще острый соус Хорошая штука Хорошая штука Да, хорошая штука Немного этого прекрасного масла И немного каенского перца Фокус этого блюда в том, что креветки нужно готовить с головой Мы так и делаем Потому что голова придает особый вкус Я сделаю это чуть иначе, это немного новый взгляд на креветки барбекю Я разрезал их вдоль, потому что когда готовишь их в панцире, панцирь придает свой вкус Ну, пока доберешься до мяса, будет много грязи и возник Так, да? Сколько не ел креветок барбекю, всегда оказываешься измазан А так надрезал, и мясо выходит легко Да, звучит хорошо Итак, разогреваешь в бороду, вот так, горячее И начнем мы с того, что нальем чуть растительного масла Если с самого начала готовить на сливочном, оно сгорит Сливочное больше для вкуса Ну, я не против Выкладываем их сперва шкурой вниз, вот так Сразу же вкусно запахло, да? Теперь хватит Добавляем чеснок Половину чеснока, может чуть меньше Если бы вы могли Ой, так вкусно пахнет Да Фантастика Бросаем это сюда А теперь Можно Начать добавлять остальные ингредиенты Давай Черного перца побольше, хорошенько насыпь Немного каенского, он острый, так что хватит И поставим обратно на огонь, пусть жарится А теперь надо это деглассировать И разбавить весь этот вкус Многообещающе, не знаю, что ты делать будешь, но мне нравится Это светлое пиво Можно еще использовать белое вино Мы разбавим все эти концентрированные вкусы в сковороде и получим соус Как тебе такой вид? И все это вкус, понюхай Хорошо Да уж, а затем можешь добавить все, что нравится Капельку Вустера, не переборщи, а затем назад, на огонь Они почти готовы И все? Готовы, да, всего минута Ну вот видишь, какой прекрасный свет получается О, Луизиана, я тебя люблю Ребята, она тут, тут Приведи ее А мы вот тут спрячемся Давай Что это, дверь? Она здесь войдет? Давай Сюрприз Сюрприз Привет Спасибо, что приехала машину толкать Помогать мне На здоровье С машиной все в порядке Меня зовут Кертис Тоун Как дела? Хорошо, как у тебя? Хорошо Я познакомился с твоим женихом сегодня утром на базаре И он рассказал мне о ваших планах пожениться И как свадьбу пришлось отложить из-за Катрины Ну да, это не свадебная церемония, но все же это праздник Пойдемте, я налью вам по бокалу вина Приятного аппетита, увидимся через секунду Мы организовали для Ника и Стефани романтический стол в Марди Гра Уорлд Пока они наслаждаются бокалом вина, я сервирую первое блюдо Я украшу эти прекрасные блюда для супа Чуть-чуть листиков таркуна Только очень маленьких Еще есть свежий базилик, я добавлю чуть и его Далее достану арбузные шарики вот отсюда, вот так А вот и консом моя прямо из холодильника И я его просто налью, вот так И наконец, последний штрих Совсем немного оливкового масла холодного отжима Который добавит блюда плотности Я наливу совсем чуть-чуть, крохотные капельки Вот так, готово, можно подавать Поехали Ну вот, надеюсь, это вас немного освежит Это томатная консомая с арбузными шариками Немного тархуна, немного лугорезанца Базилика, плюс капелька оливкового масла Приятного вам аппетита Спасибо, Кертис Выглядит аппетитно Ни разу не пробовала холодный суп Я тоже О, вкусно Сегодняшний ужин начался с освежающего томатного консомы Креветки готовы Креветки барбекю Никакого гриля не надо Готовятся в большой сковороде Выкладываем креветок Когда это ешь, получается не очень красиво Одно из тех блюд, с которыми приходится повозиться, вроде краба Итак, я наполняю тарелки А затем весь соус вместе с украшением Петрушкой и чесноком выкладываем поверх Итак, второй раунд Это креветки барбекю Как вам? Вкусно пахнет Но креветки в луизианском стиле Идея такая Ломаешь их и разрываешь Сидяешь хвост и радуешься жизни Сейчас принесу вам миску для мытья рук Отлично Готово? Это надо руками есть, да? Ну давай Очень вкусно Точно Пожалуй, я тоже буду есть руками Я к тебе присоединюсь Основным блюдом мы подали креветки барбекю по-ново-орлеански А это блестящее блюдо и такое простое Бананы фостер Можно разрезать бананы, как вам нравится Я разрежу их вдоль, чтобы сохранить естественную форму банана Отлично, видите, у нас получились бананы, которые все еще похожи на бананы Теперь положим сахар на сковороду И побольше Превратим его в карамель И к нему я хочу добавить вкус корицы и ванили Вот так Берете и режете ножом напополам Затем выскребаете содержимое И отправляете его туда Снова на огонь И ждете, пока не получит карамель А когда сахар начинает карамелизоваться, нужно его встряхнуть и все готово для алкоголя Мы сделаем то, что называется фламбе Это французское слово означает здесь поджигание алкоголя Итак, ром и банановый ликер Потом чуть отходите и делаете вот так Это безопасный способ Надо взять специальную зажигалку и отойти подальше от всего После алкоголя пора добавить немного сливочного масла и этих чудесных сливок Я добавляю их и ставлю все назад на огонь Итак, когда масса снова превратится в жидкость, что уже начало происходить, мы добавим в сковороду бананы Итак, у нас получилась такая прекрасная карамель Выглядите только на ее консистенцию Теперь берете свои бананы и помещаете их в сковороду А карамель играет две роли Это среда приготовления В ней готовят бананы Но еще она до того вкусная, что мы используем ее в качестве соуса Теперь я поставлю все назад Слишком перегревать не следует Теперь я очень мягко и аккуратно буду вытаскивать бананы так, чтобы они не сломались А если сломаются, сделайте вот так Поверните, приложите назад, и никто ничего не заметит Выглядит восхитительно Следующим пунктом нужно сбрызнуть бананы карамельным соусом Затем берете хороший шарик вот этого вот мороженого И все готово Ну что, пойдем? Итак, ребята, вот еще одна луизианская классика Это называется бананопосфор Ням-ням Я не буду портить вам удовольствие и своим присутствием Приятно было с вами познакомиться Это нам было приятно Спасибо огромное, что помог мне все это сделать, Кертис На здоровье, был рад, приятно познакомиться Спасибо Приятного аппетита, наслаждайтесь вечером, увидимся, пока Спасибо Вкусно? Да, отличная штука На десерт мы подали роскошные бананы Фостер Все было просто фантастически Очень мило, что ты пустился организовать все это Годовщина тебя Здорово все было Я совершенно уверен, что Стефани была глубоко тронута всем этим Приехать сюда и отужинать вот так в Марди Гра Уорлд, где мы собираемся праздновать нашу свадьбу Я уверен, что это вызвало у нее совершенно особые ощущения То, что он для меня готовил, это было поразительно Мы многое пережили вместе, и это заставило меня понять, как сильны в итоге наши чувства Так что это было чудесно Как сильный он будет в конце Это было прекрасно